Как говорится, обещание нужно выполнять, и пусть мы сейчас уже едем по Травалатору на наш рейс, но я обещал записать вам ответы на ваши вопросы, и чтобы успеть их выпустить, мы это делаем прямо на ходу. Выход у нас B12B, мы в аэропорту города Стамбул, аэропорт Татюрка, крупнейший, один из крупнейших аэропортов мира. Мешаемся людям, но ничего, ради вас они немножко потерпят. Сколько стоило поехать на выступления плюс взносы? О, на 6 категории взносы составили порядка 1000 долларов, а грим 120 долларов. А общую сумму расходов я, ребят, вам не скажу. Ну, давайте так, грубо говоря, машина, то есть потерянный ключ 600 евро, наш дом 1000 евро, суммарно еда 500 евро, всякие там парковки, какая-нибудь ерунда, что-то еще, наверное, там еще суммарно 100 евро. Ну вот, просто суммируйте, это так, а, билеты. Все билеты туда-обратно примерно 120 тысяч. Это на троих. Ты красавчик, я смотрю, у тебя ты крутой, спасибо за мотивацию. Ребята, вам спасибо за мотивацию, у меня очень помогаете, поддерживаете. Коррекция липидного профиля на длинном курсе. Во-первых, залазим на курс, сразу начинаем валить омегу-3 в сверхдозировках. Лицитин в сверхдозировках. Стремимся максимально правильно питаться. Леха, шажок. Если это помогает сдерживать липидограмму и не давать ей ухудшаться, этого будет достаточно. Все же, если по показаниям индексу атерогенности начинают уходить уже за восьмерку, это прям реально мега-мега-мега много, возможно использование статинов. Интересный факт, что после их применения можно от них отказаться и попробовать, опять же, удерживать применением омега-3 жирных кислот в сверхдопитный профиль. Все рассматривается индивидуально. Вопрос холестерина высокого вообще не должен вас беспокоить. Наличие лецитина в рационе снижает все риски высокого холестерина. Мало того, что делать его текучим, так еще и растворяет существующие холестериновые бляшки на стенках сосудов. Поэтому, ну, лецитин прям решает. Еще раз повторяюсь о необходимости этой добавки. Какой у вас сейчас вес? Итак, ребята, расскажу вообще про свой вес в целом. Регистрация прошла с весом 86 килограмм. Вечером перед регистрацией я весил порядка 92 килограмм. Вес на сцене составлял около 89 килограмм. Вес на утро после соревнований 92 килограмма. Вес через день после соревнований в данный момент порядка 93,5 килограмм. Обычный вес в межсезонье 95-97 с адекватным содержанием жира и наличием пресса. БЦА лучше до, после или во время тренировки? Друг мой, вы сами ответили на свой вопрос. БЦА лучше до, во время и после. Даже если у вас суммарно есть 20 грамм, лучше их разделить на длительный период времени. Единая временно принятая большая дозировка БЦА может плохо усвоиться. А вот 20 грамм растянутые на полтора часа усвоятся потрясающе и произведут все необходимые эффекты, которые вы ждете от БЦА. Руслан забыл, что давал вчера. Действительно, ребят, вопросы вы задавали два раза. Один раз я не успел сделать скриншоты. Пропала эта часть сториз. Гормон роста ведет к сахарному диабету? Нет, друзья мои, он не ведет к сахарному диабету. К сахарному диабету ведет постоянно высокий уровень сахара в крови, связанный с вашим неправильным потреблением быстрых сахаров. Гормон роста у ряда людей при очень высоких дозировках и обильном углеводном питании может повышать уровень сахара. Но если у вас адекватная здоровая поджелудочная, она сама будет его сбивать. Если она нездоровая, то можно помогать инсулином. Либо избегать просто повышения сахара и нормально, правильно питаться. Давайте так, ответ прямой. Нет, он не ведет напрямую к этому. И даже опосредованная вероятность очень низка. Фрагмент ХГХ-176 работает все. Вопрос интересный, мне бы тоже хотелось знать на него точный ответ. С точки зрения, так скажем, научный, работает. С практической, не замечал серьезных эффектов у людей. Но опять же, вопрос, насколько там был качественный продукт. Как вам удается выглядеть большим при таком маленьком носительной весе? Мой рост 175 см, вес, грубо говоря, обычно 90-95 кг. Ну, так, я думаю, объем, знаете, динамичный. У меня же узкие суставы, у меня очень круглые мышцы. Это создает общую фактуру. Да, многие считают, зачастую, кто-то знакомится, что там, при виде меня, что я за 100 кг. Очень многие так думают, но нет. За 100 кг я всего пару раз в жизни вообще переходил, в действительности. Там есть просто ребята летят в Португалии, получается, вместе футболисты. У них тоже есть кубок, они из Петербурга. Я видел у них кофты Новая Арена, видимо, они там тренируются. Забыл название клуба. Но, пацаны, молодцы. Кристалл, вот. Не знаю, какой вид футбола. Кстати, не уверен, футбол ли. Это я так решил, что у них футбол. Вот. Ну, их много просто. Ну, пацаны, молодцы. Тоже наши, видите, за границей. Большую тарелку блестящую забрали. Железную. Это значит, что они умнички. У вас в бицепсе что-то стоит? Нет, стоит у меня только, друзья мои, периодически нужный орган. В бицепсе у меня ничего не стоит. Я делал в 15-м году местные инъекции анаболических стероидов. Бла-бла-бла, длинная история. Уже рассказывал сто раз. Кто пишет про синтол, конченые долбоебы, которые читают в интернете всякие гадости. Других долбоебов, которые платят деньги за то, чтобы хоть как-то на моем имени выехать. Ну вот. Они могут делать сосай. А, что они обычно друг у друга и делают. Потому что они латентные гомики. Форма огонь. После травмы такие успехи. Жаль, нету Романа. Да, жаль, что не это Романа. Очень жаль. А травмы? Про травмы, друзья мои, наверное, когда-то я сниму отдельный ролик. Напишите в комментариях, вообще, интересен ли вам этот момент. Про травмы, как и что вообще в моей жизни было. Последние события. Как быстро я восстанавливался. Что я для этого делал. Многие спрашивают, почему я раньше не рассказывал про травмы вообще. Нет, там еще немножко вперед. Я вижу. Вон там футболисты идут, все хорошо. Как я говорю, без нас не улетят. Так вот. Я первые 6 лет попадания вообще как-то в медийное поле. И работы с брендом. Специально не говорил про травмы свои. Хотя уже довольно-таки успешно выступал. Объясню почему. Я очень не хотел, чтобы меня жалели. Я очень не хотел, чтобы мои успехи выводили на уровне. Ну вот, раз у него было сломано две руки, левое из четырех частей, вырванное плечо, выбитое из шеи позвонки. Но он смог, он преодолел. Хуйня. Все это. Вот. Я хотел, чтобы мои результаты сравнивали с здоровыми людьми, которые также выступают, стараются, борются, режимят. И только потом, когда я понял, что я уже достиг результата, я был готов поделиться информацией о своем прошлом, чтобы не преувеличить и превознести свои, кстати, не самые выдающиеся достижения, нет. Но, чтобы поделиться для вас информацией, что вы можете преодолеть разнообразные трудности в вашей жизни, что вы можете достигнуть результата существенного после разных моментов, которые могли с вами произойти. Вот. Уже наш гейт, люди проходят, так что один вопросик, и мы идем в самолет. Но я все эти вопросы отвечу обязательно. Друзья мои, все, мы уже добрались в самолет, пока никого нету, продолжим. Забавный момент, вот мы шли сейчас, да, с Португалии в Стамбул, по Стамбулу, да, у меня медали на шее, потому что просто неподъемный рюкзак становится очень тяжелый. Так гораздо проще мне, знаете, многие спрашивают, кто мы, откуда мы, говорим, что мы из России, все хвалят, поздравляют, и вот мы оказались в самолете с русскими. Доброго слова вы не услышите, никому не интересно, всем глубоко, на самом деле. Ну и не должны, в общем, взгляды и недоброжелательные становятся. Почему так, я не знаю. Но очень бы хотелось, чтобы Россия перестала, знаете, быть Россия типа страна для грустных. Хотелось бы, чтобы Россия была страна хотя бы для улыбчивых. Было бы неплохо. Когда будет изолят генетик? Я думаю, в сентябрю мы перевыпустим вкусы. Мы делаем, так скажем, рестайл и переходим с банки на пакет. То есть сырье очень выросло в цене, получается практически на 17%. И чтобы чуть-чуть нивелировать рост цены, мы с дорогостоящей банки переходим на стандартный пакет. Это снизит себестоимость продукта примерно на 100 рублей. Соответственно, эти 100 рублей мы не себе хромом положим, а скинем с той цены, которая должна была быть. Чего нужны капельницы пицитарцами? Что они содержат? Но именно то, что я колол, это был цитофлавин. Считайте, это энергоемкое вещество, плюс очень сильный антиоксидант. Я капал гипомерц, он снижает содержание аммиака в крови, облегчает, улучшает реологию крови и в целом оказывает общетонизирующий эффект. Также я делал одну капельницу мелдраната во время загрузки. Я вам говорил, что мелдранат имеет на углеводный обмен, он был необходим в этот момент. Плюс ввиду сгущения крови он решает вопросы гипоксии, особенно ишемированных зон и тканей, в том числе сердца и мозга. Как вывозить то, что ты вывозишь? Ребят, рецепта нет. Я не провожу бизнес-тренинги, я не пишу бизнес-книги. Я просто делаю и своим примером показываю вам, что если я не сдох, то можете попробовать делать то, что я, и возможно, вы тоже выдержите. Возможно, нет, сойдете с ума, забьетесь, забьетесь, будет плохо, у вас рассыпется нервная система и вы будете страдать. Это очень большая вероятность и поэтому у всего есть своя цена, благо я справляюсь. И мне тоже бывает тяжело, поверьте. Просто я не из тех, кто будет жаловаться, стонать. Я, наверное, решаю эти вопросы по-другому, я просто иду вперед. Можно ли... Так, вот ваши вопросики, ребята, так что не думайте, я не придумываю. Сходу такое не придумать даже мне, с моими мозгами. Можно ли на отдыхе использовать кламид для поддержания высокого тестостерона? Это уже не отдых, это уже гормонозаминительная терапия. Отдых – это полный отдых. Хотите ГЗТ делать? Придумывайте схемы. Я бы кламид очень долго не использовал, прям супердолго. Я бы его делал только как ПКТ, потому что, опять же, есть инструкция, посмотрите и поймете, что ГЗТ, на мой взгляд, я бы для себя выбрал в тестостероне, потому что это все-таки безопаснее. На мой личный взгляд, доброго дня, расскажите про то, как увеличить ноги. Что только не делал, еле-еле растут. Думаю, что вы пробовали еще мало вариантов, потому что первый пункт, вы правильно сделали, если у вас что-то не работает сейчас, однозначно нужно просто менять и смотреть, что получится. И, конечно, надо понимать, что ноги просто от тренинга расти не станут. Нужно давать адекватное питание. Чем я говорю? Ну, представьте себе, что набрав 3 килограмма общего веса, вы увеличите обхват каждой ноги на сантиметр. Вот и считайте, сколько вам нужно набрать мышечной ткани по всему телу, чтобы стали больше ноги. Многие просто кушают как цыпленок, качаются в огол тела и ждут роста мышц. Нет, может, жир подгорит. Мышцы будут более жесткие, более сильные, более выносливые, более прорисованные. Но объем мышечной ткани должен расти, и ему нужны строительные материалы. Тренинг – это стимул, да, а уже еда – это строительный материал. ДВ. Что такое ДВ означает? Я в инстаграмах не силен. ДВ. ДВ записываю. Руслан. Добрый вечер, наверное. Или Дальний Восток. Или Дивные виды. Ладно. Какую газировку лучше пить? Как часто можно? Почему врачи запрещают? Лучше никакую газировку не пить. Как часто? Ну, уж если сильно хочется, делайте это лучше. Но я думаю, как я. Я только еду запиваю газировкой. Обычно между едой я никакую газировку не пью. Почему врачи запрещают? Потому что запрещают те врачи, которые заботятся о вашем здоровье. Потому что действительно газировка – это не полезно. Но, как сейчас сарказм, в большинстве случаев они именно запрещают, потому что многие из них безграмотные. Конечно, продукт не полезный, не несет для вас никакой пользы, но не критически опасен. Поэтому ваш выбор, ваша жизнь, ваше здоровье. Лучше не надо, но если хочется. Не так страшно, по крайней мере, как говорят многие. Но если можете не пить, лучше не пейте. Я пью, я не во всем там пример для подражания. Я думаю. Маску ставите снять прозрачную. Тут они прям умные, продуманные знают, что у меня маска хитрая. А с Португалией нормально летел. Сколько, по твоему мнению, максимально можно находиться на АЭС, чтобы не было проблем с детьми? О, это индивидуально. Реально, мое мнение, что это только индивидуально. У одного человека через полгода просто нужно останавливаться, будет три. А другой человек через пять лет ГЗТ отменяет на два-три месяца препараты и уже готов прям с каждой палки делать ребенка. Поэтому это индивидуальная вещь. Кто бы вам что ни ответил, он будет врать любой другой фразой. Но я считаю, что, вот именно то, что я считаю, что нету вероятность необратимых последствий стремиться к нулю. Перезапустить дугу и возможность репродукции человека после применения АЭС на любых сроках возможно. Вопрос, что это будет долго, сложно и очень тяжело. Да, но считаю, что необратимых последствий практически не бывает. Еще один вопрос. Риски бесплодия определительно не скажешь, ага, не бежать. Отменяйте препараты и избежите. Как можно получить ГР в Узбекистан? Самотекс. Директ напишите, я вам подскажу, с кем связаться. Дозировки минимальные, основные анализы. Что лучше? Тесто плюс. Сложно, ничего не понял, но минимальные дозировки, я считаю, 250-300. Чер и 300 миллиграмм действующего вещества в неделю. Меньше, просто мне кажется, смысла нету делать. Комбинации, считаю, можно применять на ваш вкус практически любые. Таксикрус первый, я уже говорил, препарат соло. Основные анализы, по анализам отдельное видео. Ставьте лайк, пишите комменты. Руслан делает видос по анализам, дует на меня. Делай видос по анализам, и я его рано или поздно сделаю, когда закончится контент, который мы набили здесь. В последней неделе подготовки у Мэнс Физик. Такая подготовка у любого спортсмена бодибилдинга. Разницы практически нет никакой. Полностью индивидуальный подход по форме, по готовности, по метаболическим процессам, которые понятны у человека. Подводка моя для большинства вообще не даст результата, потому что, ну, прикиньте, я за день до турнира пью 10 литров, а к утру я сливаю пятерку. Выхожу обтянутый, жесткий, все отлично. Другие ребята за неделю воду снижают и в последний день не пьют. Я так делал лет в 19, когда мы еще охотились на мамонтов, пили дистиллированную воду, варили курицу без кожуры в дистилляте и ели огурцы без кожуры. Да, ребята, я это помню, я это делал. Еще мазались таким дерьмоподобным дегримом, назывался он, по-моему, Дрим Тан, он был в таких паночках, мазилка такая ужасно грязнючая, ну, вот такое дело. Сейчас будут за маску ругаться на меня. Идете ли вы поиск спортсменов в команду? Не ведем. Кому сильно хочется, и кто адекватно себя оценивает, пишите на аккаунт компании в Генедик Клаб, нижняя почерк, мне ненутришн в Инстаграм. Он указан в шапке профиля моего Инстаграма. Инстаграм мой руслосупер. Мне писать в Директ по этому поводу не нужно. Я вам скажу, что я не занимаюсь отбором людей в команду. А вот люди, которые мне интересны, я им сам напишу. А там Абакаров теперь в команде Генедик Клаб. Айгуля Нисимова в команде Генедик Клаб. Много серьезных, топовых, самое важное, интересных и искренних людей. Это самое важное. В команде Генедик Клаб не будет ни одного спортсмена, который сам не применяет продукцию. Ни одного, никогда. Никакой популярности. Что бы они ни могли дать команде. Только человек, который искренне доверяет, сам употребляет, видит эффект продукции, только этот человек может с нами работать. Это мое кредо, это принцип. Ну и говорю, есть людей, я сам приглашаю. Когда же вы считаете, что вам мама сказала, что у вас хорошая генетика, и вы только что создали страницу Инстаграм, и раз вы подняли во дворе штангу, вам нужен спонсор, так вот, дорогие мои друзья, соберитесь, будьте адекватными. Я считаю ваше обращение личным оскорблением. Простите, но это правда искренне. Я отвечаю вам сюда достаточно вежливо. Не снидите звук. Я отвечаю вам вежливо. На самом деле внутри у меня немножко подгорает. Вот, в вашей нездоровой, абсолютно нездоровой, самооценке завышенной. Так нельзя. Какая самая вкусная газировка без сахара, которая есть в России, которой нет у нас. Сейчас намазка ругается. Все, ушли. Да слушайте, я не знаю, мне спрайт нравится, особенно, в котором всего 2 грамма сахара есть такой спрайт. В России он пропал. Раньше у нас сейчас 4 грамма сахара в российском. На границе остался с 2 граммами сахара, но он мне очень нравится. И думаю, что я бы назвал вот спрайт, который низко сахарный. И препараты используются для подводки, очистки желудка. Как считается, загрузка слабительная. Ну как, загрузка заканчивается, проходит там какое-то количество часов, потом пьется слабительная, слабительная включается часов через, ну у меня, то, что я принимаю, через 6-8. В общем, если, конечно, грузиться и одновременно жрать слабительные, будет, наверное, забавная ситуация, так будет делать неправильно. Препараты используются разные. Я, наверное, и вам нужно их пробовать. Просто купите даже разные слабительные, там, в диапазоне, там, каждого месяца один из них применяйте, чтобы понять. Потому что я легко емсять на Д до 4 таблеток. В инструкции указана 1 таблетка. Многих ребят с одной таблетки дико режут живот. Я выдерживаю все. Еще раз повторяю, меняется особенность. Я выдерживаю все. Видели когда-нибудь людей икс? Раз сама увидели в людях икс? Так вот, я научил, чтобы вы понимали возможности того, как мой ритм регенерируется и того, что я могу выдерживать. В общем, ребят, мне кажется, и так очень много ответил, на самом деле. Получился такой немного, наверное, даже формат быстрых ответов на вопросы. Но надеюсь, вам было интересно. Если было интересно, вы уже 100% знаете, что делать. Нажимать на палец, вверх, конечно. Если была дикая, лютая дичь, нажимайте на палец вниз. Тоже это, наверное, нужно понимать. Оставить ваш комментарий. Это отдельное. Спасибо. Поделитесь с друзьями. Это прямо уже мой поклон. Берите себя, будьте здоровы. Всем пока и до новых встреч. One second thank you. Опять говорят, что я без маски. Пищит все. Пока.